В этом видео рассмотрим две разных кислоты. Казалось бы, что такое кислота, есть кислота. Но на самом деле все зависит не от самого сырья, а от того, насколько я понимаю, как его хранили. И разные поставщики по-разному относятся к хранению сырья. Самым ярким примером в моей жизни было, когда я купила новую лимонную кислоту несколько лет назад. Сделала с ней бомбочку, все было как обычно. Оставила в половинке формы. И когда я вернулась в комнату, у меня бомбочка не просто прореагировала, она вытекла из формы на стол и еще частично стекла на пол. Просто как лава. Я до сих пор жалею, что я не сделала тогда фотографии, потому что это было настолько эпично, насколько это может быть вытекшая из формы бомбочка. Сейчас я перехожу на лимонную кислоту другого поставщика. И первое, с чем я столкнулась, это переувлажненность лимонной кислоты. И сейчас как раз продемонстрирую разницу между, скажем так, лимонной кислотой, которая хранилась в сухом помещении, которая не впитала в себя влагу, и лимонная кислота, которая хранилась, видимо, в более влажных условиях. Естественно, для людей, для большинства, которые покупают лимонную кислоту, для них не принципиально совершенно, как хранилась лимонная кислота. Если она рассыпчатая, и ее можно использовать, куда ее использовать, для очищения, соответственно, для консервации, им все равно для нас этот момент очень важен и принципиален. Вот поэтому, скажем так, предъявить производителю то, что там кто-то неправильно лимонную кислоту хранил, мы не можем, но этот момент отследить мы можем, и, соответственно, постараться просушить лимонную кислоту, потом, впоследствии, мы тоже можем попытаться. Ну, либо как-то попытаться с помощью абсорбентов решить эту проблему. Итак, сейчас я буду делать одну смесь, и затем разделю ее на две емкости. Пишите в комментариях, были ли у вас такие проблемы, что вы сменили лимонную кислоту или какой-то другой ингредиент, и с обычным рецептом, казалось бы, у вас все пошло не так. Будет интересно прочитать. И также пишите, как вы просушиваете лимонную кислоту, потому что на сегодняшний день я знаю только один метод, это вот просто нахождение лимонной кислоты в сухом помещении. Благо сейчас у меня влажность... Ой, не дотягивается моя влажность пониженная, и поэтому я могу просушивать эту лимонку, но скоро уже весна-весна и скоро лето, влажность будет повышаться, соответственно, процесс этот будет усложняться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, очевидно, реакция проходила постепенно, и постепенно она проходила не из-за внешних факторов, потому что влажность воздуха, вот она как была, так она и осталась приблизительно того же уровня, соответственно. реакция происходила за счет лимонной кислоты. И вот второй вариант, то есть она даже сыпется, потому что, опять же, влажность была довольно низкая, и для нее было недостаточно влаги, для нее был переизбыток влаги. Вот результат, такая разная лимонная кислота.